Такая сверка часов уже стала традицией. Подобное совещание глава Кубани проводит в последний четверг каждого месяца. В зале администрации собираются вице-губернаторы, краевые министры, начальники управлений, а на видеосвязь выходят главы муниципалитетов. По мнению руководителя региона, только так возможно наладить единый механизм самоконтроля. Это принцип работы. Для того, чтобы каждый из вас запустил свою систему самоконтроля. За своим подконтрольным департаментом, министерством, управлением. То есть, если эта самоконтролируемая система будет запущена, поверьте, то она уже даже будет работать через 5-10 лет, когда нас не будет. Бизнес тоже получает только у тех бизнесменов, где он отлажен. Мы не бизнесмены, а управленцы. Но такой механизм тоже отладить. Самым важным вопросом на этом совещании стали обращения ветеранов Великой Отечественной войны. За год в администрацию края их поступило 156. В основном это социальные вопросы. Каждая такая проблема должна быть лично о контроле у главы района, заявил Вениамин Кондратьев. При этом вспоминать об этом и оказывать поддержку участникам войны необходимо не только в преддверии праздника, акцентировал губернатор. Все, что касается наших ветеранов, все, что касается их сегодняшнего быта, жизни, комфорта и поручения в отношении их, не имеют срока давности, но имеют срок контроля. Если все-таки они обратились, значит какая-то проблема есть. Но она должна тут же исчезнуть. Вот именно тут же. Проверили на совещании поручения, которые касаются многодетных семей. Так, например, начальник управления контроля доложил Вениамину Кондратьеву о возникшей проблеме в Брюховецком районе. Участки, которые выделили там для многодетных семей, непригодны под строительство жилых домов. Губернатор поручил найти решение этого вопроса совместно с главой района. Всего же в крае сейчас больше 56,5 тысяч семей с тремя и более детьми. Задача власти – обеспечить для них все условия, отметил глава региона.